Оренбуржцы стали чаще покупать жилье и брать ипотечные кредиты. Об этом сообщает информационное агентство. Одной из первых проблем, с которой приходится сталкиваться, как зарегистрировать недвижимость, какие документы необходимо собрать и куда обращаться. Сегодня об этом расскажут специалисты многофункционального центра. Зарегистрировать договор долевого участия можно в МФЦ. Сюда и обращаются покупатели. Правда, прежде необходимо потрудиться и собрать полный пакет документов. У нас граждане должны сначала обратиться в БТИ, вызвать техника, обмерить квартиру. Там дают технический план. С этим техническим планом они должны обратиться в кадастровую палату, поставить на кадастровый учет. После этого, когда они получат кадастровый паспорт на свою квартиру, они должны будут обратиться в банк, если у них по ипотеке. Банк им дает документы. Это закладная, либо это отчет об оценке, кредитный договор. И уже с таким полным пакетом они обращаются в МФЦ, в четвертый зал. Итак, в четвертый зал МФЦ необходимо предоставить следующие документы. Кадастровый паспорт, акт приема передачи объекта недвижимости, кредитный договор, отчет об оценке и закладную. Следует помнить, что при регистрации недвижимости необходимо участие всех членов сделки. Многие заявители на момент подачи документов приходят в неполном составе. Необходимо, чтобы заявители присутствовали все на момент подачи документов. Заявители, у которых имеются дети, достигшие 14 лет, должны также присутствовать, так как они подписываются в согласии родителей. Ответить на все вопросы подробнее готовы специалисты справочного центра МФЦ. Все, что нужно. Набрать номер телефона 400-444. Кстати, по этому же номеру можно предварительно записаться на прием к специалисту. Также в ГАО МФЦ существует предварительная запись. Записываться необходимо примерно за две недели. Приходят люди в 63-е окошечко по предварительной записи и распределяют. То есть люди не ждут. Для удобства оренбуржцев график работы в МФЦ составлен таким образом, чтобы работающие люди смогли успеть на прием. К примеру, в будни здесь принимают с половины девятого утра до половины девятого вечера. Посетителей ждут и в субботу до половины шестого вечера.